Продолжение следует... 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 И вот, учитывая эту аудиторию, я решила попробовать сделать такую лекцию, она в данном случае сейчас рождается, где попытаться рассмотреть целую плеяду городов, которые я выбрал для анализа. Как вы знаете, уже, наверное, это Прада, это Мюнхен, это Вена. Это все города-миллионники. У них очень схожая и приплетенная история. У них очень похожая, что называется, емкость по урбанизации, какой-то стиль, структура. Но нам всем будет очень интересно разобраться, как нюансовали, в чем особенности, что делает каждый город уникальным. И вот в этом весь интерес, потому что, собственно, идеальный город, это действительно то, что максимально отличает одно от другого. Итак, прежде чем мы впустимся в анализ конкретной практики, все-таки первый раздел небольшой я посвятил неговому введению в теорию. Мы пытаемся все-таки дать какие-то формулировки того, что мы можем называть идеальным, что это такое, чтобы мы не путались и, как говорится, у нас решили какая-то коммуникация была налажена. Итак, начнем с того, что просто поставим задачу. Если мы говорим идеально, то что мы имеем в виду? Это красиво, правильно, устойчиво, умно. Вот в этой цепочке все эти категории, которые в разные эпохи использовали для того, чтобы обозначить идеальность, правильность. Но в разные эпохи разным был критерий. Вот здесь на слайде две градостроительные ситуации. Они, конечно, не случайны. То, что античный ренессансный город может быть идеальным, это прекрасно написано во всех учебниках. Город с комоцией и сама форма говорит закрытым. Ну, что тут придираться. Идеальная геометрия, значит, наверное, идеальная. Ну, а справа. Вот этот ужас урбанизации, так называемая агломерация Радштадта, куда входит город Гага, столица Голландии, Роттердам и масса других поселений. То есть всего 23 муниципалитета. Вот можно ли рассматривать эту территорию, вот это скопище, с каких-то позиций тоже как идеальный мир? И вот, собственно, наша задача попытаться научиться вытаскивать из... И, значит, возвращать лекции. Пытаться вытаскивать из той среды и научиться выявлять, обнаруживать идеальное, в общем-то, вобыльное. И надеюсь, что нам это удастся, если не научусь пользоваться этим. Наверное, лучше пока переключать здесь. Итак, для начала немножко история развития этой темы, тема идеальности и, соответственно, теории градостроительства. Куда мы от нее не денемся? В теории понимания, что такое город. Для меня существенно три периода. Ну, не только для меня, а вообще для теории градостроительства. Но в данной лекции мне сегодня существенно три периода для того, чтобы принципиально увидеть различие между пониманием того, что есть город. Первый период условно называю городом как наслаждением от произведения искусства. То есть создавался ренессансный город по законам красоты. И его задача была законченность, защищенность от внешней среды, завершенность. Ну, и, естественно, самое главное, этот город полностью соответствовал той этической модели, которая в нем была впечатана. То есть не было различий понимания города и той реальности, которую вы видите. Я на это прошу обратить внимание. Ну, естественно, сверху античные, вернее, внизу античные, сверху город ренессансные. Как вы понимаете, разница между ними небольшая. Действительно, концепция совершенного человека античности, она полностью уплачлась и в материальной среде. Другое дело, что это эпоха особой экономики. Экономика ремесла, которая предлагала определенную индивидуальную работу. Она определяла, прежде всего, что называете, пешеходные связи. Это пространство связей и окружающие себя были человеком очень органичными. Он мог очень легко понимать устройство своего города, легко отходить в любую точку и восхищаться ей. То есть, было определенное эстетическое единство, или, как сейчас модно говорить, интлюзивность среды и человека. Второй период. Период очень длинный. Он, в общем-то, в 20 веке, прежде всего, стартовал на Голе явно, прежде всего, после Второй мировой войны. Период управления города как механизмом. По центру вы видите основные модели, с помощью которых этот город понимался, формировался, читался, организовывался. Это целая огромная школа от Сори Мата, Корфюзье, американских географов, скандинавских специалистов и, конечно, английских урбалистов, которые написали целую массу книг по теории градостроительства. Ну и, собственно, одна из вот этих моделей является, фактически, модель в учебнике 60-х годов, послевоенном. Как надо делать этот город? А, по сути, идеальный город. Но город функциональный, город, который легко управляем, город, который можно построить. Ну, это было, естественно, после этого времени, когда надо было построить очень много новых городов и должна быть какая-то была внятная концепция. Ну и не самая последняя роль здесь, конечно, концепция функционализма сыграла. И, собственно, вся экономика этой эпохи, это экономика первой-второй индустриализации. И экономика, при которой человек тоже воспринимался как определенный комплекс функций. Функция воспитания, функция познания, функция рождения, функция профессиональная и так далее. И мы из этих функций, собственно, комплективы формировали город. Ну, при этом, осуществляя свой движение. Все. Ограниченный набор функций – это и есть модель человека. Ограниченный набор функций – это и есть модель города. Абсолютно прагматично, технически грамотно. И мы, собственно, до сих пор работаем с этим моделем. Они соответствуют реальности, от них не надо отказываться. Естественно, здесь очень важно, в отличие от первой эпохи, развитие движения. Потому что один сас, когда они были такие завершенные вести. Здесь самое главное – как он развивается, как он движется. И из-за вот этих концепций, собственно, и появились новые технологии моделирования городской среды, концепции комплементарности одной функции, и, скажем, транспортного каркаса, который позволяет математически оптимизировать. Но вопрос – где здесь человек? Он, по сути, растворился вот в этих функциях. Мы, естественно, с него сделали в определенном представлении. И считаем, что вот этот город – это тот город, который соответствует тому типу производителя, который эпоха породила в 20-е годы. Но, увы, многие урбанисты, многие теоретики градостроительства уже в 80-е годы, в прошлые века, стали разочаровываться очень сильно в этой концепции города. Ну, как говорится, далеко не нахрен посмотреть на наши районы и микрорайоны. Но чего-то энтузиазма нет. Один из первых в этом заговорил Кристофер Александер, сообщив, что ничего подобного. В городе есть система простая, состоящая из элементов. Это более сложная организация. И отсюда возникло целое направление отхок, которое развивалось. И действительно, оно имеет место быть. Ну, тем самым, при этом тоже есть определенное разочарование Ренгалхаса, который активно работал, учитель Хадид. В общем-то, он тоже показывает, что вся вот эта концепция построения города извне, мощное управляющее начало, мощное финансирование извне, как бы навязывание извне города – это тоже не перспективная концепция, это концепция уходящая. Но, тем не менее, она остается, она работает. Что же дальше? Дальше третий период наступает. Он уже наступил. И это эпоха, которая называется условно сотрудничество с городом. Когда город, для города в качестве модели используется сам человек, сам социум. Звучит как-то странно, но мы пытаемся разобраться в этом. И при этом, естественно, используется, коль скоро это социум, используются определенные гуманитарные модели уже. Что как гуманитарная модель, в отличие от технической? Что является примером гуманитарной модели? Во-первых, примером является художественный текст. Примером является интернет. И так далее. Такие информационные структуры, которые свободны, с одной стороны, с другой стороны, управляемы. То есть там есть определенный баланс. Ну и самое главное, третий период знаменовался активным участником процесса городостроительства кого? Человека-собственника. Если до этого, собственно, мощное государственное управление во всей Европе активно реализовало политику государительства, то вот этот третий период, это активная партизипация, вы знаете, концепция, либо был сыты и так далее. Все это вместе взятое заставило иначе посмотреть на то, как надо делать город. И как участвовать в этом должно население. То есть те, кто должны им пользоваться, его понимать, им восхищаться и вместе с ним жить. И это очень уже сложная теория. Это уже другая совершенно геометрия и другие технологии. Итак, коротко, экскурс в историю для того, чтобы закрепить в сознании три основных прототипа, которые характеризуют каждую из этих эпох. Идеальный город Пальмонова, эталонный город Кибла. Я уже упоминал урбанистов английских. Вот это один из них, который в 61-м году издал замечательное книгу, по которому мы до сих пор живем, с переводами на русский язык. И вот он сказал, вот так выглядит идеальный город. Структура районов, микрорайонов, общественных центров, школ, городского центра. Все функции, которые мы до сих пор рисуем в городах. С разными трансформациями, разными городскими транспортными артериями. Но, тем не менее, мы фиксируем определенную потребность компактности. То есть, и в всевозможных теориях Кибл категорически критиковал динамичные линейные открытые структуры, модные 20-30-х годов. Например, наш Волгоград, известный во всем мире как концепция линейного города, жестко критиковал Асхиблом как неперспективное. Если кто был в Волгограде, потихоньку начинает понимать, что что-то не то в этой линейной структуре, что-то от машины, от конвейера. И, наконец, последняя модель, идеальная модель Прани, той Прани, которую мы сегодня рассмотрим, Роман Уколский, 15-го года, совершенно свежая работа. Ну, не буду раскрывать секрет, но это, собственно, и есть генотип Прани, записанный вот таким образом, который позволяет расшифровать дальше все тостное содержание, которое позволяет говорить о том, что в какой-то степени он идеален, в какой его можно познать, с ним можно сосуществовать, им удобно пользоваться, им можно восхищаться. То есть, во всех этих случаях присутствует человек. Не просто единица передвижения пространства в точке А, жилье, Б, точка производства, С, точку обслуживания, а вот такой сложный субъект, который очень тяжело писать, но, как оказывается, его уже научили. Нельзя при этом сказать, что мы сейчас зачерпнем все предыдущие, скажем, что все это обязательно должно присутствовать, но еще что-то кроме этого. Кроме вот этих подходов к пониманию правильного, идеального, устойчивого, умного города, очень важно понимать, что а какому типу города, какому размеру города все это может носиться, какой из этих городов более идеальный. И здесь шкала очень простая, которая подтверждается импирикой практикой, жизненной ситуацией, в которой совершенно ясно доказано, что наиболее устойчивые являются города в районе миллионников. Вот здесь они находятся по центру от 0,5 до 2 миллионов. Вот такого размера города. Чем они хороши? Они хороши, прежде всего, тем, что там определенный баланс. Многообразие фиксируем. Очень важная категория. Многообразие функций среды – это первое. А второе – это оптимальная связность. То есть самое короткое расстояние между этим многообразием. И вот этот баланс очень важен для того, чтобы продемонстрировать, как это на самом деле работает, и почему эти города постоянно занимают первые места в мире по качеству жизни, по призывам опроса населения. Долиные города, они же не спрашивают, архитектурные, они комплексные. Да. И вот эти города – не мегаполисы, и немало, а вот эти миллионники, они, как правило, уидеры. Значит, мы должны разобраться тоже в этом феномене, почему они побеждают, почему они ближе всего к идеальным. Ну, а дальше ситуация усложняется, поскольку уменьшение размеров города к малым городам ведет очень просто. К уменьшению разнообразия – мы понимаем, что такое моногорода и отсутствие разнообразия среды и занятости, но при этом улучшается доступность. Как решается проблема? Баланс решается с помощью системы расселения. Когда формируется некая региональная система расселения, там возникает баланс решения этой проблемы малого города с помощью системы. В обратном направлении – увеличение города до крупнейших монополисов – Москва, Питер, Лондон, Париж и так далее – решается с помощью формирования. Там другая ситуация. Там невероятно растет разнообразие, выгружается связанность. И за счет этого неустойчивого развития придет дискомфорт. Мы о нем прекрасно знаем. И, соответственно, эта проблема решается уже с помощью полицентричного развития, о котором сейчас многое говорится, и, естественно, один из инструментов решения проблемы связанности. И, как я и обещал, мы должны каким-то образом для себя дать определение идеального города с тем, чтобы затем через эту призму пытаться ввести дальнейшую цель. Итак, первое. Идеальный город – это неограниченное многообразие среды и функций при минимальных затратах времени на передвижение. То есть, я назвал то, что в принципе невозможно. Но оказывается, ничего так страшного. Аналогом этом является тот самый интернет. То есть, оказывается, моделью города вот в этом качестве является интернет. Или текст, образ текста, в том числе художественного текста. Он бесконечен. Вы никуда не выходя можете путешествовать по всему миру, собирать другую информацию и так далее. Это фантастика в городе, да? Формируется новая экономика, куворкинга, которая предполагает активную работу без сильных передвижений через сети, создание ВВП, которое гораздо более экономичнее, чем традиционная экономика. Это подтвердили сегодня ведущие комиссии мира, в том числе РАСКИ. Второй идеальный город предполагает простую простанскую ориентацию, легкость понимания строений, бесконечность познания формы и структуры. Аналог художественного текста. То есть понятно, что это некая модель, если мы понимаем, как она устроена, мы начинаем понимать, как надо формировать городскую среду. То есть очень важно, чтобы город был доступен для понимания ориентации и так далее. Третье. Идеальный город – это присутствие как минимум двух городов внутри одного целого. Почему? А потому что этим самым реализуется модель культуры. Диалог внутренне возникает, взаимодействие двух в одном целом. Вот создание этих двух составляющих – это важнейший инструмент для того, чтобы разговорить город, сделать его человечным, интересным, многоградным, бесконечным. Ну и, соответственно, наличие двух геометрий. Сначала та геометрия, в которой работал, собственно, 16-й век и 20-й, это и вкидовая геометрия, и геометрия топологии, в которой уже работают современные специалисты. И, собственно, современная топология базируется на многообразии среды. И многообразие – это наша четвертая. Это город, который имеет ярко выраженный центр и каркас. То есть, начало позна, начало диалога, начало движения, начало структурирования. Если вы не можете найти в городе центр, он не существует для вас. Это некая растекающая среда, не структурирована, и говорить о идеальности просто не приходится. Пятое. Идеальный город – это город с историей. Это категорическая вещь, потому что именно история дает глубину, глубину структуры, дает второе «я» города по отношению к современности. И вот этот внутренний диалог создает ту интересную структуру, которую порадает гению Слотца Праги, Мюнхина, Леведа и, в том числе, Москвы. И самое главное, чтобы это была история без топологии и однообразия. То есть, идеальный город не допускает одинаковых кварталов, одинаковых домов, одинаковой структуры. Это идеально. Значит, это уже так, как текст. Если вы читаете главу, потом переворачиваете, такая же глава повторять, что за безобразие. Такого не должно быть. То же самое в городе. И, наконец, последний. Идеальный город – это город-миллионник в агломерации, повторяю. Не просто сам по себе миллионник. Обязательно его окружает агломерация. Почему? Потому что обязательно должна существовать определенная циркуляция внутреннего развития между царапой и эфирией. То есть, движение населения в город и из города, переселение и так далее, подпитка населения, демографические движения. У города должна быть корона вокруг, с помощью которой он дышит, этой экологией, и в том числе та урбанизация, которая постоянно циркулирует. Он не мертвый. Он не раз нарисован навсегда, и таким остается. Он постоянно функционирует. Ну и та самая инклюзивность, о которой я говорил, то есть, вовлеченность человека в процессы создания самого себя, то есть, города. Вот набор тех характеристик, которые вписываются в понимание, современное понимание города, по сути, в понимание нормального города, хорошего города, устойчивого города, или, как всегда говорят, умного города, смарт-сити. В принципе, мы говорим, что умный город, или город идеально существует, в каждой ситуации, при определенных условиях мы можем его увидеть, при образованиях мы можем его увидеть. Не исключением является Москва. Данная специфичная, это огромная территория. Здесь очень сложно найти то самое компактное пространство, которое легко познается, легко в нем ориентируется, и характеристик тем многообразием предельным и самой эффективной связностью, которая требуется для вот этой категории. Ну и надо сказать, что в данном случае Москва, по крайней мере, в границах третьего транспортного кольца, может рассматриваться в этом плане. Ибо взаимодействие исторического города в границах Садового кольца с тем, что находится за пределом Садового, между Садовым и третьим, вот эта более-менее структурированная часть, в принципе, управляема, представляема и имеет определенную инклюзивность человека. За пределами третьего начинается средний поле, это самое больное место Москвы, это такая серая, темная пока вещь, и там, конечно, ждут будущее работы, собственно, и генплан Москвы, который делается мощным усилием, направляя именно в эту сферу. Но, тем не менее, в Москве возможно существование двух городов. И если мы опустим то, что я до этого сказал, о том, что уже история породила, что мы, архитекторы практики, можем увидеть в целом Москве, мы видим, можем то, что вот это первая модель прочтения Москвы, которая задалась самой Москвой рекой, и вся структура дальнейшая его центра построена с учетом вот этого фактора. И развитие периферии в диалоге с центром с учетом вот этой диагонали, это важнейшее понимание того, как Москва встроена как целостность. Вот это геоморфология среды, это первое, первый город. Второй город, тот, который задается существующим нашим секторной организацией, секторным членениям, тоже, которые привязаны к географии, естественно, связаны с развитием транспорта, железнодорожных связей, существующих, перспективных, промышленных зон, которые могут быть реорганизованы, но самое главное, что эти территории, которые развиваются уже по вот этой оси, грубо говоря, северо-юг, они новые, они еще, как говорится, не освоены будущим, и формирование вот в этих точках новых зон роста в диалоге с существующим позволит создать совершенно другую организацию, которая будет характеризоваться теми качествами, которых мы сейчас описываем. Это довольно сложный процесс, пока здесь заявлено только сам механизм преобразования, который ведет к полицетричности, который сейчас модно говорит, но это довольно сложная вещь, и в конце концов она порождает ассоциацию деляния городов, то есть это не одна книга, не один том, это целое собрание сочинений, говоря, Москва, обращая внимание на сложность работы с агломерациями. Поэтому я не беру в качестве примеров такие крупные города, мы должны все-таки понять, как сформированы развиваются вот те компактные, которые наиболее инклюзивны человеку. Но не только города могут быть интерпретированы как идеальная структура, оказывается и в художественном тексте может существовать город. Вот на этом слайде вы видите реконструкцию, здесь символично, это реконструкция романа Достоевского «Преступление и наказание», которая реконструкция сюжета этого романа, его героев, движения героев, эмоций, которые порождают вот такое пространство, которое, кстати, очень похоже на Средневековое, что, грубо говоря, вполне логично, потому что именно Средневый Кубик город, он формировался для человека пешеходного, который смотрящий, а не для машины, и поэтому кривизна и сложность этой структуры это весьма даже человеческое свойство, а прямые линии, прямые геометрии, это не является тем идеальным качеством, которое присуще идеальному городу. Вот такой парадокс подтверждает, собственно, художественный текст. Итак, возвращаемся к предмету исследования три города, калибровка их показывает о том, что у них очень много общего. Ну, то, что население у них все чуть-чуть больше миллиона, это факт, внизу вы видите первая цифра, это численность 1,3, 1,5, 1,8. Зоны компактного развития у всех этих городов приблизительно одинаковые, это 200 квадратных километров. Радиус компактного развития тоже приблизительно похож 6-8 километров. Плотность населения в компактной зоне 6-8 тысяч человек на квадратных километрах. В этой компактной зоне есть наиболее компактная зона, и она тоже похожая и составляет порядка 4 километров. Это разные города, с разной историей. Немножко отличная экономика. И вместе с тем есть какие-то удивительные закономерности урбанизации, которые присущи. Многообразие среды в этих городах такое, что они все занимают, повторяю, определенные рейтинги на международном уровне, а не в высокой конкретно способности. То свойство многообразия вполне присуще. Ну и время доступности, мы говорили, минимальное. В этих городах оно вполне впечатляет. 15-30 минут. В Праге просто в среднее время 23 минут погода в зоне компактного развития. И, что характерно, все города имеют эллимберацию. То, о чем мы говорили. Какой бы город ни был, крупный, малый, он не может быть самодостаточным. Он обязательно порождает и быть порожден окружающим пространством. Итак, опыт проекта. Я говорил о том, что история – это важный элемент настоящего устойчивого развития идеального города. Мы любим путешествовать. Мы понимаем вкус истории. Мы понимаем нехватку истории в новых районах. И не знаем, как это компенсировать. Мы должны учиться в истории создавать хотя бы что-то похожее, что формировалось столетиями в тех быстро формируемых структурах, которые существуют. Поэтому понимание этой истории и конкретного места – это первый шаг для того, чтобы формировать что-то более ценное для завтрашнего дня. Итак, собственно, Прага. Три основных, наиболее существенных периода. Первый период – 14-й век, когда Прага стала столицей Священной Римской империи. То есть, довольно серьезный город. Карл IV – герой чешский и герой Праги. Собственно, благодаря ему очень много сформировалось. Прага в основном сложилась в этот период. И до сих пор это является один национальный герой безусловно. 17-й век. Второй золотой век, когда Прага была одновременно столицей, потом просто входила в династию Гамбурга. Это была гигантская империя. И в 16-м веке, а именно в 1583 году, столица Гамбурга, сейчас затем на половине, она как раз переходила в Прагу. Это был расцвет культуры, искусства, музыки. И, собственно, вся архитектура в основном была сформирована, историческая архитектура, сформирована, прежде всего, барокко в этот период. Ну и, наконец, 20-й век. 20-й век тоже много значит, естественно, для Праги. Прежде всего, в 18-м году, после Первой Второй войны, Прага получила самостоятельность. Она вышла из империи Гамбурга, Австралии, Герской империи, стала демократической страной, Чехословакии. И столица, сразу Прага стала столицей. Это был бурный рост самосознания, городов и очень интересный подход к развитию, собственно, столицы Праги. Мы это увидели. Далее были неприятные периоды, вы должны понимать, 1939 год, здесь плохо себя провел Мюнхен по отношению, невежливого по отношению к Праге, когда был заключен сговор Мюнхенский. И отдали Чехию Германии фашистской. Кстати, туда же вошла в Германию и Австрия, кто не знает. Это были особые случаи, когда заводы, в том числе Прагские, были приоритированы на вермахт, делали танки-самолеты, технику и во многом вынуждены были работать на Германию. После войны произошел определенный раздел сферы влияния. И Прага, это была договоренность Рузвельта, Черчилля и Сталина. Западная Европа уходит под влияние Англии, Америки, Франции. В частности, Мюнхен ушел под влияние США. Вена ушла под влияние четырех стран, так же, как Берлин. А Чехия ушла под влияние СССР. Собственно, поэтому там стояли на Шеваска до 1989 года. Контролировали, как бы чего не вышло, а вдруг там фашизм появится. По жизни появился, но в 1968 году, вы, наверное, не знаете, может кто-то знает, было Прагское восстание. Прага в те годы еще помнила первый демократический период развития, и очень хотелось существовать в том режиме, который был предложен в рамках вот этого, так называемого, стран-демократии восточной. Эта эволюция в 1968 году была подавлена Вашарским договором, были репрессии, были неприятности всевозможные. И, естественно, благодаря этому, из-за этого Чехии, конечно, затаили обиду и на СССР, и на Россию, и на всех. Которая потихоньку улетучилась, и особенно улетучилась она в 1989 году, когда прошла бархатная революция, и, собственно, начал развалиться Советский Союз, Берлинская стена упала, и опять Чехия стала демократичной. И вот начался этот бурный рост, особый подход к городу, к стране, и, как говорится, отношения наши стали резко теплеть. Коротко история позволяет говорить о чем? Что Чехия – это особая страна, которая была в контакте тесном с совершенно разными державами. То есть, с одной стороны, она должна понимать язык и уметь находить общий язык с соседями, с другими. С другой стороны, мы начинаем понимать, что у них есть определенное чувство собственного достоинства, чтобы все-таки защищать свою свободу и прогровать свою независимую политику. И это выражается сегодня в тех решениях, которые мы видим. И, собственно, дальнейшее развитие градостроительства в этом городе – это именно умение ассорбировать международный опыт и умение максимально мобилизовать свои способности. Так вот, здесь на этом схеме вы видите, собственно, локализацию Праги в европейском контексте по отношению с городом-партнером. Они формируют вот такой треугольник, который в истории существовало, взаимодействовало, ну и сейчас продолжают довольно успешно дополнять друг друга. Ну и, как вы знаете, Чехия и Прага входят в европейский ссорб, скажем так, неудивительно. И поэтому они обязаны в той степени подчиняться общим европейским правилам градостроительства. Есть определенный кодекс, есть определенные работы общеевропейские, рекомендации по тому, как надо устойчиво развивать город. И все эти города это, естественно, учитывали, но у них есть своя история, свой подход. И, опять же, важно, а как они, в чем они посчитали необходимо уйти от этих рекомендаций и сравнивать свою политику. Метаполитанская территория Праги занимает классически 40 километров от города, ну а сам город это в широтном направлении практически Москва, ну а север-юг это 11-14 километров, значит поменьше. Ну, за счет этого, собственно, и территория в два раза меньше старой Москвы. Ну, почти 500 километров, Москва была тысяча. Но агломерации стоят почти 2 миллиона. Вот эта цифра 2 миллиона, как говорят специалисты, это очень важная цифра для агломерации, которая как раз обеспечивает определенный баланс периферии, центра, города и окружения. Что показывает анализ расселения в агломерации? В чем здесь специфика? Отличие, почему распределение городов-спутников такое отличное на севере и на юге. На севере 25 километров от города, от центра, а на юге 15 километров. Ну, если внимательно посмотрите на слайд, то увидим, что на юге проходит очень выразительный зеленый пояс природной территории, который, собственно, и блокировали развитие урбанизации в этом направлении. Поэтому города прижались, они формируются, но они прижались в максимальной границе. А на севере нет такого ограничения, и они сформировались на том оптимальном расстоянии, когда нет такого сильного влияния центра, и вместе с тем они могут более-менее самостоятельно развиваться на определенных коммуникациях, например, взаимодействий с помощью пассажирства транспорта и, естественно, индивидуальных. Исторические этапы Праги – это важнейшая структурная составляющая любого города. На этом слайде представлены все те вещи, которые затем легли в основу будущей планировочной структуры. Красно-оранжевые – это эпоха Газбургов, а затем самый исторический город. Затем желтая часть – это первая революция, первые республики, 20-30-е годы. Затем серый цвет – это после 1968 года, когда началось бурное строительство панельного жилищного домостроения с помощью Советского Союза. И, наконец, все мессеры годы 80-е, как раз до последнего революции. Чем же, собственно, феномен исходной природной составляющей, географической составляющей города, который затем проявился в том гене Силовце, о котором мы знаем из работы в облице Шульца. Специалисты фиксируют специфику строения исторического центра, который формирует условно треугольник, а также структуру природного комплекса, холмов и всего рельефа, который тоже формирует долину в геометрии треугольника. То есть природа толкает город на формирование вот такой очень жесткой геометрической фигуры. И вроде как бы для инженерии, для транспорта, для достройки это очень удобно. Но экономика, законы компактности все равно раздвигают город. И вот борьба этих двух вещей, той предопределенности геоморфологии и той, тех законов экономики, которые в любом городе действуют, особенно в таких крупных, он, естественно, рождает очень интересный компромисс, который затем формируется в очень своеобразной архитектурной среде. Но это не все. В городе, опять же, чисто географически заложена идеальная пространственная ориентация. Почему? Потому что любое нахождение в этом месте или в этом четко предопределено. Между ними 100 метров. То есть это холм, высокая часть Праги, это низкая часть Праги. Здесь очень легко формировать застройку, здесь тяжело. Но согласитесь, что любые передвижения в этом направлении весьма показательны, весьма легко распознаваемы и, надо сказать, весьма эмоциональны. Волтава, которая разрезает город Северный Юг, это мощнейший тоже ориентир, который структурирует весь город. Уже Северный Юг. Справа у нас, получается, холмы. Справа долина, слева холмы, если мы едем, допустим, на Северный. То есть, даже не имея никакой застройки, мы уже получаем определенное многообразие ситуаций, которые архитекторы, которые история очень выгодно использовала в процессе исторического развития. Вторая особенность, вторая борьба, это той компактности, которая уже исторически предопределилась, с линеем развития вдоль тальвегов из склонов, которая, опять же, география природы, география рельефа вынудила в этом месте быть сформированы. И за счет этого город вытягивается такими ручейками, поясами по направлению запад-восток. Отсюда вопрос. Значит, это же неудобно, это же определенный разрыв структуры. Как город победит компактностью вот эту сложную и неудобную вещь, которая, собственно, делает проблематичные связи на севере и на востоке в грубой вертикальной направлении. Оказывается, справилась. И вот опять этот недостаток стал у города достоинством. Вот эти выявления проблемных вещей, это очень важный первый шаг для того, чтобы дальше выбрать правильное решение. В гем-флане города мы видим, что те исторические кольца, которые сформировались, они легли в основу, собственно, дальнейшего планирования. Историческая часть, которая составляет порядка 2 километров в радиусе, самая компактная часть, это 4-5 километров, ну и весь основной город 4-8. А до административных границ доходит, собственно, радиус порядка 17 километров. То есть о чем это говорит? Есть административные границы, но самое главное не это. Самое главное, как сформирована урбанистическая часть. И город как бы оставляет вокруг себя то, что позволяет ему дышать. Он не раздвигает до бесконечности, до упора своей территории урбанизации. И полагает компактное освоение, прежде всего, в границах 4 километров и 4-8. Что интересно, вот эти 4-5 километров внутреннего компактного города соответствуют территории Москвы в границах 3-го транспортного кольца. То есть той компактности, от которой я говорю, что она, собственно, подвержена, с ней можно работать с этой территорией как с единым целым. И там можно сформулировать, собственно, она формируется, та среда, которая более-менее соответствует требованиям идеальности. Экскурт предпосылок. Переходим к генпланам Ради, как в процессе исторического развития понималась специфика города, как она менялась и к чему, в конце концов, все это пришло. Итак, первый генплан 30-го года, уже тогда закладывается очень интересная двойственность двух городов в одном. Города, исторического города Гавзбургов, и это сформировано диагональю, диагональю сегодняшнего Мусска и той связью Востока и Запада, по которому пошло все развитие 30-х годов. Причем развитие вынужденное в тех долинных комплексах, о которых я показывал, как проблема. Город как нитки выткнулся и вроде стали возникать определенные проблемы. Но проблема это кажущаяся, поскольку начал формироваться каркас города. Ведь пространства между этим каркасом не пустые, они формируются средне-малоэтажные застройки. Тем самым город получает структуру и вот тот недостаток становится его достоинством. И это достоинство видно в самой морфологии ткани города. Сверху вы видите тот исторический город, тот центр и основной город, который был сформирован в 20-30-х годах. В то время формируется как раз генеральный план Москвы первой 35-го года, который тоже создается по классическим принципам, в том числе квартальной структуры, но разница между Прагой и Москвой в этом классическом периоде такая, что Прага игровала свой город в условиях частной собственности на землю, с учетом тех землепользителей, которые отвечают за свои застройки и ее реализуют, Москва формировалась при наличии общей собственности, государственной собственности, соответственно, кадастр был уничтожен. Поэтому разные, на что правила игры были, но воспитание у архитекторов было похоже, классическое. они формировали город, который позволял использовать и функциональное пространство, и он позволял наслаждаться этим городом. Он был предназначен для изучения, для смотрения, для пользователями горным как эстетическим объектом. Вот другой геоплан уже 1971 года и это концепция, схема, которая расшифровывает идею этого документа, в 1971 году также был разработан геоплан Москвы. надо сказать, что в эти годы многие города мира Европы начали активно ревизию своих генеральных планов и одна из концепций у всех этих городов, ну, знаете, информации не становишь, пользу кризис. Вот давайте вспомним геоплан Москвы это полисентричная структура, которая затем перешла в концепцию рефиктур административных и торговых. Вот такая концепция полисентричности была предложена и в Раде. Почему? Надо помнить о том, что было до 1831 года, а был до этого 68-й год, где зачинщиком всех мятежей была интеллигенция. И вот этот гейтплан и последующее развитие Праги во многом уже осуществлялись под диктовку Союза. И задача была все-таки уменьшить влияние интеллигенции на развитие нового города, побольше пролетариата добавить, заводы построить и разбить территории на управляемые районы. Вот вы видите здесь квадраты, это такие районы, как бы, они вроде как бы сам управляем, в самом деле это жесткое централизованное управление, которое дополняется промышленными заштрихованными районами и зелеными регуляционными результатами. Ну к этому еще и здесь на общественном деле. Вот триада Корбюзье реализована в чистом виде, с учетом теории английского урбанизма, но под диктовку той идеологии, которая в то время существовала. Задача была разбавить, сделать из столичного города, промышленный город, нужно развивать индустрию, вот была такая задача. Поэтому вся инфраструктура вокруг, вся концепция и нумерации была направлена на это. То есть человек забыли. Помните 20-30 год это все такое филигранное выстраивание связей, моделирование в органичном соотношении с историческим прошлом. Это обрывается, мы строим как бы в пустом пространстве, вот такими квадратиками мы говорим, вот это самое главное. 1986 год год как раз тот самый, в котором мне пришлось работать над этим документом на генпланах и там строилась задача та, которую мы ставим сегодня перед любым генпланом обеспечить определенный баланс между функциональной структурой города и транспортной связанностью. начали возникать большие проблемы с развитием периферийных районов и естественно стала резко отставать транспортная инфраструктура. Вот когда стали появляться всевозможные методики транспортного моделирования, методики оптимизации, методики баланса населения, трудовых ресурсов, в общем-то полезные вещи, очень функциональные, прагматичные, вот они собственно легли в основу этой работы за одним исключением. Все весь этот баланс выстраивания такого социалистического идеального города делалось под госуправлением. То есть собственно жители ни на что здесь не претендовал. Все решения принимали сверху, жилье предоставлялось, как вы знаете, бесплатно, но в отдельных районах, все-таки в Чехии есть, было еще кооперативно, у нас малое количество. Но уже естественно после войны была нациализирована собственность и в праг к тому моменту была вся уже земля в госсобственности. Поэтому учебь фактически не отличалась от наших городов. Но методики, которые были использованы, они были достаточно прогрессивны, повторяю, поэтому они имеют право на жизнь. Итак, после Бартонной революции делается новая работа, чем отличается от предыдущей? Генплан становится регламентом. То, что произошло у нас, когда появляется законодательство, мы говорим, появляется частная собственность, мало того, что мы должны выстраивать перспективы развития города, мы должны четко описать права землепользования с точки зрения градостроительства. И в нашем законодательстве этим вопросом занимается право землепользования застройки, стратегией развития города занимается генеральный план. Вот эта пара у нас решает задачу, которую решает право один документ под названием генеральный план, или в чешской интерпретации узелый план. То есть, генеральный план детально прорабатывает кадастр, прорабатывает каждый участок с точки зрения существующего перспективного и создает сюжет его развития. При этом, что происходит? Мы вовлекаем в процесс развития города, он становится инклюзивным. То, что мы говорим, что есть хорошо, потому что нормальный человек начинает участвовать в производстве своей среды. Мы постоянно навязываем сверху, тем самым формируем и многообразие, и более адаптирован, и функциональные структуры, и пространства. Это с одной стороны, и это плюс. А с другой стороны, происходит потеря целостности. Ну, посмотрите на генплан и скажите, какая здесь концепция. Никто не скажет. Это просто смешная мозаика функций, которая разлетелась, и которая может управлять любой чиновник простым соотношением. Вот эта точка, и то, что ты хочешь соответствовать, соответствует, все, иди ты собои. Но в чем смысл города, никто не скажет из этого документа. И это выяснили сами авторы. Они почувствовали, что город ускользает, что мы не можем объяснить жителям, зачем мы его создаем, зачем мы делаем эти документы, что ждет город. Несмотря на эти вопросы, несмотря на то, что эта тема уже существует 1998 года, состав генплана практически не меняется. представлен вот на этом слайде. Верхняя строчка это самые главные документы зонирования, но дальше инфраструктурные объекты, экологические, транспортные и все то, что входит в состав нашего документа, за одним исключением, что это все есть утверждаем материал. В наших случаях в основном утверждается зонирование, а остальные материалы являются обосновывающими. Специфика пражского регулирования стоит в том, что здесь в утверждаем документе не все является обязательной эквилизацией. Очень вот это важно зафиксировать. Можно ведь пояснять, что вот эта часть, этот вопрос обязательный, а это рекомендуемый, а это информационный. Что это дает? Мы видим целостный объект во всех своих частях, но регламент он дифференцирует. Когда мы говорим, что мы вытащили из целого только то, что утверждается, часть объекта пропала, мы сразу потеряли целостность, сразу потеряли понятность, зачем мы это делаем. Мы начинаем обращаться к обосновящим материалам, искать общую между этим и утверждаем, и возникает суета и недопонимание, чего же мы хотим. И наконец, последняя актуализированная схема 2015 года, чем она отличается от предыдущей, ну, прежде всего, что это уже цифровой документ. То есть, естественно, все это вычеркшено уже в автокаде, это уже существует в интернете, это существует на ГИС-портале, и не просто можно выписывать через одно окно получить информацию, вы просто выходите в интернет, вы просто включаете кнопкой генплан, и рассматриваете любой свой участок, вас интересующий, и любое место с точки зрения его перспективного развития. И никакой разницы нету между тем, что находится на этом сайте, тем, что находится в департаменте архитектуры города, или у мэра. Это единая общая информация, генплан становится прозрачным, максимально доступным для пользователей. Зумируя этот генплан, пускай он цифровой, вы можете вытянуть масштаб 75 тысяч до вот этого масштаба, 1 тысяча даже, и увидеть всю картину на свой участок, или на вас интересующий район. При этом главная особенность это то, что генеральный план обязательно разрабатывается на кадастровое основе. Этого не хватает. У нас ПЗЗ на кадастровое, генплан как бы не обязательно на кадастровое, в результате генпланы ПЗЗ плохо стыкуются, и начинается чехарда, как с помощью ПЗЗ реализовать генплан. В этом случае нет этой проблемы, поскольку регламентная часть обязательно, она вмонтирована в генеральный план, и сделана кадастровая основе, то есть здесь показаны все границы участков с правопользователями, которые за этим стоят. При этом вся кадастровая карта обозначается цифрами, все функциональные зоны обозначаются буквами, потому что когда мы накладываем одно на другое, скажем, в нашей практике мы решили все обозначать цифрами, и функции, и кадастров, естественно, это путается. Вот эти цифры к чему относятся? К использованию или к номеру кадастрового квартала района или участка? Это четко разведено, причем это и у чехов, и у немцев, и у австрийцев, и, соответственно, это позволяет легко понимать документы. для центральной части более детально прописывается требование к составу жилых функций в городе, в отличие от других районов. Особо отмечается важность выделения застраиваемых и застраиваемых территорий. Экологическая составляющая очень детально прорабатывается, как для территорий существующих, так и для застраиваемых территорий. Это, собственно, и в нашей практике довольно развитая тема. Транспортный каркас, как я сказал, и транспортная схема является утверждаемой на пользу состава генерального плана. Вот на этом слайде черным цветом жирным показан некий район. Это очень важная специфика, свойства чешского генплана. Как мы понимаем, есть территории в городе, которые не подлежат изменениям, скажем, те же исторические храняемые, или те, которые вполне соответствуют комфорту жизни. Зачем их менять? Их надо сохранять поддерживать. Но есть территории, которые требуют реорганизации, требуют трансформации, изменения функций. И законодательства Чехии и Праги предполагают, что такие районы, которые свыше 30 гектаров, подлежат особому выделению. И их реализация предполагает участие частного инвестора, правовладателя и органов власти. И в частности, вот на этом квартале большом предполагается строительство транспортной инфраструктуры и инженерное оборудование. Поэтому любой собственник не может получить ГПЗУ на развитие своего участка. До тех пор, пока не будет сформирована программа с участием города, где параллельно будет реализована инфраструктура и застройка перспективно его собственности. В чем здесь специфика этого подхода? В нашей практике БЗЗ в тех случаях, когда происходит трансформация, мы не знаем, когда будет реализовываться какой-то участок уличной дорожной сети. И для того, чтобы не осваивать бизнес-инфраструктуру, мы говорим, здесь пока надо по фактическому использованию, то есть ничего не строить. Это мы говорим о землепользовании, правовладателя, инвестор. В этой ситуации он получает информацию, что строительство возможно, но при этом вот это и это должно быть реализовано. Это произойдет в те треки строки. И собственно собственник становится партнером. Он или ищет инвестора, чтобы вступить в эту программу, и спокойно ждет. То есть нет неопределенности, когда наступит тот час, когда я смогу на своей земле что-то строить. Вот это важный конфликт между существующим и перспективным использованием Чехия решает вот таким я считаю довольно грамотным образом. Обязательными составляющими являются инженерная инфраструктура и общественно значимые объекты. О том, что существует генплан в открытом ГИС-портале и вы можете получать информацию и о функциональном использовании, и о кадастровую информацию, демонстрирует собственно вот этот слайд. Он говорит генплан не для проектировщиков и он должен быть написан таким языком, который понятен любому пользователю. Поэтому очень нужны слова, простые вещи, не просто знаки, символы, от которых просто сатане простой человек он еще не понимает что ему тут предлагают. И самое главное технология пользования так на портале сформирована, что любой специалист и не специалист может четко сориентироваться что на данной территории разрешено и что. Вот допустим на данном слайде вы видите зумированный чертеж генплана желтым цветом закрашенным интересующий допустим меня участок у меня высадился здесь катастроен номер и высадился функциональное использование ОБР ОБ означает просто общее жилое то есть это обычная жилая застройка не смешанная а функция означает интенсивность застройки интенсивность использования код интенсивности дальше вы щелкаете по этому окошку и выстраивается концепция разрешенного использования и тех параметров которые на этой территории разрешены все предельно просто дальше не надо никуда обращаться ни в одно ни в третье десятое окно вы понимаете на что вы можете претендовать если вы не согласны вы можете апеллировать и выносить пранки в этот документ второй случай когда территория находится в зонах развития то есть эта территория за расчетным сроком генплан делается на десять лет а что будет после десяти лет тоже что-то будет и вот генплан показывает таких территорий тоже черным цветом обозначены они что здесь есть определенное требование к существующему и перспективному как это выражается вот красным цветом показан тот участок который в данном случае был запрошен сейчас сейчас там сельскохозяйственная территория в генплане нарисована перспективная жилая застройка часть часть природный комплекс то есть видите вот это кадастровая граница а вот граница функционально все режется все меняется как это реализовать очень сложно в наших условиях это очень сложная вещь но как с этим поступает чехия они вводят понятие отсроченных регламентов прямых и отсроченных и говорят на первый этап да в течение 10 лет это сельскохозяйственная территория это собственно вы можете там в перечне есть указано что это территория для выращивания овощей это может быть определенная регуляционная территория там можно положить дорогу и т.д. и т.п. но главное что это все-таки пока сельскохозяйственная территория а вот на втором этапе то есть если делать это уже жилая застройка и здесь дается перечисление всех видов разрешенного использования жилья с коэффициентами и показателями что это дает инвестору он здесь начинает думать так через 10 лет это уже начинается легально значит мне что придет продать эту землю вот застройку самому выступить в качестве инвестора девелопера взять кредит на развитие разбогатеть за счет этого очень много вакансий то есть выстраивается стратегия устойчивого развития не так что завтра в конфликте а тот будет уходить или он в ужасе не знает что делать его выкупают или в этом ситуации когда он становится игроком тот тем участником который говорил этого процесса и тем самым не находится в конфликте с властью с местным сообществом проблема языка важнейшая вещь и тот бесконечный орнамент зон который я вам показывал в предыдущем рекламе явно подъявил эдеградировки и вот уже в 15 году было сделано определенно агрегирование зонирования и вот здесь вы видите два подхода то которое существовало и вот это новое то есть от 69 до 14 типов зон появилась логика очень простая вот эти цветами собственно маркируется философия зонирования самым главным объектом являются эти три зоны жилые смешанные и общественные обслуживанные вот это ядро собственно жизни города внизу от него располагается промышленные территории их немного транспортно инженерные структуры над ним располагается рекреационная территория и еще выше природная территория и вот собственно эти четыре группы между собой формируют в разной комбинации то целое которое позволяет или приближать одну функцию другому или наоборот разделять насколько они совместимы то есть мы теперь можем объяснять почему вот таким образом вы прозонировали но одновременно с этим может работать и вот эта классификация работа с двумя агрегированными и детальными она собственно и в нашей практике принята особенно в СССР она очень детально прописана но самое важное какой принцип зонирования территории принцип совместимости функций наглядно в прошлом опыте цветом продемонстрировал к этому зонированию прилагается вот эта таблица где дается классификация интенсивности использования коэффициента застроенности озелененной и самое важное тип среды которая в результате получается то есть когда инвесторы говорят у вас коэффициент 1.5 то есть 15 тысяч на гектар коэффициент озелененности или застроенности 0.4 ну что и пошел нарисовать неизвестно что но когда ему говорят что извините у вас вот такой тип застройки должен быть здесь и там совершенно четкий образ дается потому что он не в вакууме в каком-то кластере существует становится понятно что ожидать от этого инвестора как его объект пишется вот это очень важная вещь морфологическое сопровождение регламентов позволяет как раз и формировать устойчивость а значит приближаться к тому диалог о котором мы все время говорим вот собственно Прага демонстрирует этот набор морфотипов среды которым соответствуют определенные показатели и регламенты застройки и которые естественно понимает инвестор что это за среда с такими показателями к чему он должен стремиться или опять же это все многообразие которое вы видели раньше с показателями опять же регулируется до четырех основных зон центральной компактного города пригорода и акклодерационными с основными принципиальными показателями и с эталонами среды которые в результате получаются опять же просто понятно доходчиво очень важен показатель баланса территории правиль в которой порядка пятнадцати процентов составляется в хозяйственной земли в городе сельскохозяйственной за городом пустая пашут висеть овощи врачи нет в городе что это характерно для всех для многих городов это мы найдем и в Вене мы найдем и в Минхене и выясняется что это очень важная экологическая составляющая это важная туристическая составляющая это важная экономическая составляющая если мы сложим в правил зеленую составляющую 32 сельскохозяйственную составляющую репрессионную и вот то мы получим 55 процентов территории фактически зеленого природного каркаса это огромная территория которая собственно обеспечивает устойчиво существование а если мы еще добавим к этому озеленение застройки внутри жилой ну это это просто высушено вам прочительные цифры для в том числе Москвы и так вспомним что есть административная территория города но сама Прага занимает часть этой огромной административной территории и именно поэтому такие показатели какую часть потрясающую обратите внимание что компактный город вот здесь написано место компактная часть города эти самые до 8 километров радиусом а помните административно 17 доходил так вот вот этот компактный город составляет 33 плюс 2 35 процентов города то есть прожане живут на 35 процентов города в основном и не жалуются красиво получается значит если вам дали какую-то территорию нет необходимости до границы ее все испортить надо оставьте этот резерв надо искать оптимум и они говорят да это наше достояние вот это компактность это наше достояние и мы ее должны беречь они захватывают всю новую территорию осваивают что можно было в принципе делать агломерация кто давит на город но они это держат агломерация развивается они это держат для города для будущего это политика определенная умная политика устойчиво развития которая предполагает ту идеальность к которой мы должны стремиться и важная таблица которая говорит о том что не просто строить озеленять территорию но надо умно озеленять вы же можете посадить деревья можете посадить кустарник вы можете оценить экологические вклады парка лесопарка или сквера и у них разные экологические и скажем так ландшафтные вклады и вот эта таблица позволяет перевести все эти разные формы объема в некий единый показатель который может на одну как говорится на ту поверхность положить и природный парк и ваше дворовое пространство с точки зрения экологического вклада то есть вот та самая математика инженерия работает то есть не только чувство эмоций это очень все важно все вместе в совокупности работа на конечную цель даже как и политика сдерживания автомобилизации в этом городе при всем при том что уровень автомобилизации там зашкаливает за 500 автомобилей на 1000 жителей если всех их выпустить город станет поэтому естественно вводится жесткое регулирование здесь представлено районирование города по расчету обеспеченности парковочными местами временного хранения то есть гостевыми и постоянными естественно вы уже помните четырехчасную структуру города поясную естественно что это учитывается вот в этой конструкции плюс естественно здесь есть определенные радиусы по которым это дифференцируется естественно чем ближе к центру тем стандарт обеспеченности ниже чем дальше тем выше все очень просто потому что шикарно развит общественный транспорт мы это увидим дальше итак мы рассмотрели геймплан в составе в их регламентах более на что он направлен что у них все-таки есть проблемы с которыми они пытаются бороться но надо все-таки увидеть всю систему документации с помощью которых они регулируют такой сложный организм который является город что это такое это шесть составляющих кое-что из этого набора у нас есть кое-что отсутствует то что здесь пистально все прописано в законодательстве то есть легитимно первое что существенно это продекларировано в кодексе градостроителя что прежде чем вы начнете заниматься проектированием вы должны провести градостроительный анализ и выполнить аналитический материал пока вы это не сделали вы не сформируете техническое задание и вы не знаете чем там в этом геймлайне нарисовать то есть это важнейшая составляющая профессиональной деятельности второе это документы связанные со стратегическим планированием страны и собственно города ну это все известные вещи которые у нас тоже появились кое-где они выполняются кое-где они делаются затем следующий слой это схема терпланирования города вот этого у нас нету это есть в Московской области у других субъектов федерации у Праги есть схема территориального планирования они называют это основой территориального развития где прописывается определенное требование города со стороны области страны и наоборот и наконец вот это четвертое есть собственно сам генплан он называется не генплан конечно называется Слово генплан почти нигде используется, чтобы вы знали, это такое выражение, но если вы говорите мастер-план какого-то, это не значит, что это генплан или какой-то другой документ. Надо четко понимать, в какой стране вы речь ведете и как устроены это. Все они различаются. Поэтому то, что мы называем генплан, на самом деле это не генплан, но похожий наш генплан документ, в 10 тысячном масштабе делается и самое главное, он имеет регламентную силу прямого действия, как ПСЗ. Наконец, пятый уровень, это план регулирования застройки или то, что в нашем случае ведется проект планировки территории. Дву тысячный масштаб, у них и тысяч на масштабе делаются. Пока мало наработали этого документа, но это документ с наиболее сильным юридическим статусом. И, наконец, решение застройки, оно существует во всех городах. У нас это за счет выдачи ГПЗУ функционирует. В Англии это планировочное разрешение, и в той же Австрии, в Чехии это решение застройки. Ну, на основании, естественно, генплана, на основании проекта планировки на два года выдается. Очень коротко. Первый стратегический план, собственно, документ политической декларации, три основных составляющих, общие требования. В общем-то, это документ, который требует Европейский Союз от всех городов. Второй документ основы терпланирования. То, что я сказал, это СТП, схема территориального планирования города, по увязке его территории с регионом и со страной. Вот пример этого документа для правил. Территориальные схемы в интерпретации, кто знает московское занагодательство, у нас есть такой же документ, терриальная схема. Это что-то между генеральным планом и проектом планировки территории. Вот это что-то похожее есть у Киева, у Чехов. Это такая исследовательская часть, делается вот в этом масштабе, которая позволяет тоже принять какое-то решение о выдаче разрешения на проектные работы и дальше разрабатывать проекты планировки, то есть детальную документацию. Регулирующие планы, тысячные и двухтысячные масштабы. Они разрабатываются как на существующей застройной территории, что интересно. Мы в основном проекты планировки разрабатываем на территории новой застройки. Они разрабатывают территорию и на существующей застройке, решая проблему имя желания и указывать те возможности развития существующей застройки, которые допускаются. И вот на этом проекте, проекте планировки, это является обосновывающий материал, вы как раз и видите, вот эта часть, это существующая застройка, которая входит в состав проекта планировки, на который разрабатываются регламенты его использования и развития. И новые объекты, которые размещаются, а также инфраструктура, природный комплекс и так далее. В чем различие? Различие в том, что у нас, как правило, проект планировки разрабатывается на какую-то функциональную зону, или на жилую, или на промышленную сельконструкцию, или на природный комплекс. То есть вот такая специализация, чехи говорят нет, целостность эти не достигается. Мы выделяем целостный комплекс, который формирует устойчивую среду, и туда может входить и места приложения труда, и жилье, и инфраструктура, и природный комплекс, и все вместе это должно выполняться. Поэтому это границами в генплане фиксируется и, естественно, в проекте планировки реализуется. А вот это, чем тоже утверждаем, здесь есть изолирование классическое, и регулирование застройки, и показатели регламентной плотности, и так далее, и межевание сделано. ИСГД, кадастр, диспортал. Важнейшая составляющая, которая, собственно, продекларирована и в нашем законодательстве, она существует, естественно, и в Чешском. Но особенность Чешского кадастро, что он сформировался очень давно, еще, как говорится, в эпоху Газбургов. Он был подвержен определенной ревизии в эпоху Первой Республики в 20-х годах, и он сформировался сегодня. Вот так вы видите кадастровый Газбург, то есть картину землепользования, который, естественно, покрывает всю территорию без дыр. То есть вы здесь и не видите белых пятен, если белая пятна появляется, значит, это пока ничьё. Нету здесь ничего, оно всё цветное. И более того, это открытая карта, вы можете чётко знать. Ага, жёлтая, ну это всё в муниципалитете. Красная. Так, это федералы, по-ихнему, это просто национальное правительство. Так, что ещё у нас есть? Голубое. Голубое, это вообще очень интересный цвет, потому что это иностранные физические лица. Посмотрите их количество. Зелёный цвет, это иностранные физические лица, энергетические лица. Ну, фиолетовые, это совместное пользование. То есть это физические лица совместного пользования. То есть это, значит, или кооперативный дом, или частная прилигизированная квартира в совместном доме. Но поражает, прежде всего, доля иностранного капитала, иностранных собственников. Отсюда мы можем задать вопрос, а не мешает ли это управлению городом? Мы же, как говорится, боимся наступить на грабли. Вдруг они заблокируют, нам нужно менять трассу, проложить. А тут, понимаете, иностранцы. А ещё и юридические лица. О чём это говорит? О двух вещах. Первое, что экономика города привлекательнее для иностранных инвестиций. Это раз, потому что крупные естественные юридические лица, прежде всего, офисы, промышленности и так далее. А почему физические лица иностранные не мешают? Да потому что они имеют такие же права, как и граждане Чехии. Нет никакой разницы в принудительном выкупе, как говорится, участка или у Чеха, или у заграничного пользователя. Единое законодательство. Но факт то, что они все подчиняются общим правилам, общим правилам пользования, землепользования, застройки. Никакой разницы нет, что это за граждане. Это говорит об открытости общества, прозрачности и, что называется, консультированности. При зуммировании этого плана мы видим качество кадастровой карты. Возьмите любую кадастровую карту нашего города, вы можете там застройки не видеть. В случае участки на улице. Здесь мало того, что видны все участки, видны секции конкретной застройки, видны начертания уличной дорожной сети, проездов, озеленений. И все это разложено между муниципалитетом, районным муниципалитетом, частными лицами, иностранными и так далее. И каждый этот блок пронумерован. Обратите внимание, что единым кадастром номера обозначается секция, не дом. Это говорит о чем-то. Чехи давно пришли к тому, что крупное многоквартирное жилье неуправляемых. И поэтому сразу закладывается инженерная фруктура так, чтобы секция существовала относительно автономно. И вот самый кондоминиум, о котором мы говорили, ДСЖ, формируется на секцию. И там начинается то самое совместное домоуправление. А город помогает в этом плане. И таким образом решается вопрос ответственности жителей и за свою квартиру, и за ту недвижимость, которая сейчас непонятно, кто отвечает за дом, если я купил квартиру. Чехи решились, разобрались с этим вопросом. Вопрос карты качественной кадастровой позволяет оперативно, практически в стиле мониторинга, формировать опорный план города. Вот здесь вам представлено. В целом на городе его фрагменте. Как вы понимаете, для нашей ситуации, для наших городов, создать опорный план существующего застройка, это самое сложное. Потому что непонятно, куда бежать. Где в предприятии, где у кадастробрати, где у конкретных предприятий и так далее. Вы здесь щелкнули, и вы получили общий кардан. Дальше вы включили разные слои, и у вас есть информация. Условия аренды, условия постоянного пользования, корпус и так далее, и границы всех участков. Поэтому отслеживание реализации генплана, отслеживание перспективы на основании адекватной ситуации, это та важнейшая ситуация, которая позволяет, собственно, формировать, извините, отдельный город. И для того, чтобы понять, насколько открыто это общество, насколько важно доверие населения, органов управления, демонстрируется вот на этой карте. Вам захотелось узнать, а кто же, собственно, собственник этого дома? Что это за человек? Вот щелкнул я по этому желтому дому. Выселся номер порцелы. Дальше портал запросил у меня код. Я ее ввел, он каким-то образом ценил, можно ли мне дать это сведение. Я, собственно, сделал это здесь из Москвы. Не разрешили. Я думаю, что любому тоже, если он не террорист. И выходит дальше картина, которая говорит, что займет существующие землепользования и застройки, какие фамилии домовладельцев и собственников, где они проживают и какая доля собственности у них есть. То есть у вас полная картина. У каждого гражданина, неважно, он работник завода ЧКД, где делают локомотивы или член парламента. Ситуация абсолютно антикоррупционная. Открытая информация о всей недвижимости. Тоже самое об участке. Вон он, получаете полную информацию о том, кто владеет на каких условиях, где проживает. Открытая ситуация. Та же самая проблема с исходной информацией для принятия решений, где, сколько населения проживает, какие рабочие места. Это агрегировано в статистике, зумируя, получаете ли вот такую картину или конкретную цифру. Аналитические материалы, которые заявлены в кодексе, очень важны. И, естественно, мы оперативно их рассмотрим, поскольку они формулируют картину, достаточно картину понимания, что такое феномены этого города. Нет, прошу прощения, но придется их точно очень интерактивно рассмотреть, потому что в скором времени нас закроют. Так что, если мы можем уложить в ближайшие 10-15 минут, будет замечательно. Мы так сделаем. Это сейчас. Значит, информация, с которой начинается все понимание города, это, при всего, его планировочное деление, административное устройство. И вот специфика Праги, что здесь существует 4 уровня планировочного деления от окрупненных секторов, округов, районов и частей. И все они агрегируют информацию и решают разные планировочные задачи. В зависимости от крупности вы можете пользоваться той или иной единицей. Это очень существенное полете. В наших городах, в таких миллионах, вы можете насчитать 6 районов. И все, и по 6 районам в округах романских. Здесь 57. Понимаете, точность статистики. Это существенно. Движение населения и его распределение, оно компактно. Это демонстрируется на этих слайдах. Агломерационные потоки вовне уходящие и внутрь уходящие. Вот на самом оккульсация, о чем я говорил, город всегда живет вместе. С пригородом не надо его бояться, надо уметь этим управлять. И неважно, вы анализируете плотность застройки, плотность населения или планировочная, зоны компактности похожи, но немножко отличаются. Тоже не надо этого указать, поскольку топологическая геометрия допускает это как минимальную ошибку. Транспортный каркас это то достояние города, которое позволяет собственно достигать таких показателей как 2-23 минуты. Потому что он полностью покрывает компактную часть города, потому что в потоке формируется максимально плавно к центру и загруженность наиболее эффективна. И поэтому значительная часть территории компактного города вообще существует в 16 минутах транспортной доступности. Ну, достигается это высоким развитием в целом рельсового транспорта. Порядка 72% работы это экологичный рельсовый транспорт, бетро, трамвай, электричка. И я уже говорил о автомобилизации и о сдерживании. На правом слайде вы видите регулирование парковок в центральной части города. Вы не так просто найдете свободное место, поскольку синим цветом это все парковки жителей, а вот оранжевые и зеленые это только для гостевых. Вот и все. Поэтому на метро и в центр. Жилье это особая статья. Я должен сказать, что вся Европа гордится жилищной политикой Чехии. Это страна, в которой нет или город, в котором нет расслоения такого сильного богатых и бедных, как часто это у нас происходит. это у многих городов есть. Вот Чехии сохранили вот это определенный баланс и в том числе жилищной политики, потому что определенная доля социального жилья, арендного жилья, которое регулирует распределение населения по отношению к рабочим местам и оптимизирует транспортные потоки и, что называется, экономическую составляющую. Большая доля иностранцев в городе, вы видите на этой схеме темным цветом это доля в некоторых районах до 25% иностранцев. Их надо адаптировать. И я говорю, здесь уже срабатывают те качества народа, о которых выше упоминается. И при формировании школьных программ и обеспеченности учитывается необходимость мест для иностранцев, а также необходимость мест для приезжих из регионов в школах, а также резерв делается специально для изменения демографии. Пока у нас просто страшно вообще обсудить. Экономика явно уже инновационная, 80% сфера обслуживания, все подсистемы максимально логично разложены, формируя ту структуру, в которой я говорил, включая природный комплекс. Ну а проблема автомобилизации его последствий видны на этих слайдах. Социальная инфраструктура это тоже достояние, которое с первой республики, а затем социалистического периода и до наших дней сохранилось, и они очень жестко контролируют социальную обеспеченность по многим показателям вы видите на вот этих слайдах, на все эти сферы, которые регулируются городом и государством. И наконец заключительная часть, собственно, вот это был существующий документ, а теперь формируется концепция нового документа, фактически нового идеального города, и первое действие, естественно, проблемы. Какие проблемы вы должны назвать? Вот проблемы территориального развития, что изменить? Проблемы инфраструктуры, что изменить? А также актуальные ценности, которые надо сохранить. Вот простейшее действие, которое изображается и предъявляется всем жителям. Смотрите, чем мы будем заниматься. Показывается те составляющие, которые делаются в СТБ, как исходный материал с уровня страны. И дальше формуются определенные правила. Четыре основных правила. Правила трех, что называется, линий и правила приоритета. Линия застройки, линия красивых территорий и линия композит силуэта. Вот те фокусы, на которые в данном генплане будет направлено внимание всей работы. Понятно? Всем понятно. Потом это депларируется. Первое правило имеет схему границей, где можно, где, в принципе, имеет шансы строить. Те самые красивые места четко структурированы, показаны точки, с которых это все воспринимается, линии движения. Задача для авторизации генплана. Техмерность, высотное регулирование абсолютно относительно отметки. Территории, которые трансформируются, подлежат оценке и периодизации реализации. Все пространства общего пользования, открытые пространства должны быть максимально проницаемыми. Это стратегическая задача как для площадей, так и для типологии отдельных фрагментов точечных пространств или линейных пространств, где типология улиц дается не только как транспортная магистраль для организации движения, но и как пешеходная составляющая, которая воспринимается и которая формируется определенной архитектурной осцены. А та же концепция портера на этих улицах. И то, о чем я говорил, целая идеология структурирования морфологии города с точки зрения разнообразия застройки, с точки зрения разнообразия геморфологии, то есть тем самым создается такой уникальный ковер, который накрывается структурой и между этими двумя составляющими формируется то, дело, которое позволяет говорить о том, что мы приближаемся к идеальному пониманию существования человеку регулирование конфигурации крыш, регулирование силуэта охраны, собственно, это знакомая и в московском опыте вещь, рекомендации по формированию застройки на рельефе, на склонах и в падинах, четкий расчет по конфигурации кровли, высотные доминанты, их оценка в городе, их место, роль и расположение в городе и в качестве заключения собственно дается тот генотип города, который раскрывает феномен от концепции компактности зоны так называемой имплозии, сжатия его, диалог с центром города и периферии, вот это основная тройка, на которой строится концепция основного каркаса. Дальше три составляющие природного комплекса и в конце этой пирамиды внизу, конфигурация разрешена наиболее характерного для правления размещения доминант, то есть то самое главное силу обеспечение проницаемости, основные композиционные оси, они же оси движения и наконец зона развития. вот 10 основных элементов, а по сути это 10 городов внутри одного города, взаимодействие между ними создает определенный продукт проекта. И вот это все многообразие создает ту уникальную черту, то свойство, которое и интегрируясь в единый концепт, является зрителям, вот смотрите, вот это правило чтения города, в котором монтирован человек, он внутри находится и он это все формирует по определенным правилам и он понимает, что он делает. И в этом особенность современного подхода к тому городу, который можно называть идеальным. Собственно, из анализа этой практики возникает целый раз 5 рекомендаций, они достаточно прагматичные, полезные проектировщикам, вы их можете видеть, и очень важная седьмая позиция, о том, что красивый идеальный город может быть важной задачей Гейнглана. Спасибо. Спасибо большое. Почти у вас. Я боюсь, что времени у нас совсем нет, чтобы задавать вопросы, поэтому в следующий раз приходите обязательно на следующую лекцию, посвященную Мюнхену, где, мне кажется, можно будет как подробнее поговорить про Прагу, так и про Мюнхен, так и про Москву, про которую сегодня тоже было сказано. Ждем вас у нас в гостях. А когда? А можно предупреждать бесплатно? Пока что дата не обновлена, но это будет в середине июня. В Москве без влоги говорить, потому что мутная вода в ней легко ловить рыбку, и поэтому пока эта мутная вода сохранится, Мюнхен и Прага нам не грозит. Правильно, да? Еще один для рекомендации этот текст. Его не озвучивать, а хотя бы снять. Всем спасибо. Ну, сегодняшняя была общая преамбула для всех городов, да? Понятно, да? Да. Поэтому уже практическое применение этой преамблы будет более коротким. Я не буду все подробно рассказывать, потому что в самом начале сегодня вам сообщили. Поэтому будет более практично посмотреть. Ну, надеюсь, что то, что в начале говорили, все-таки запрессируется. Спасибо за участие. А вам спасибо. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok